Привет всем! Вы на канале Окси. И сегодня я нахожусь в городе Картахена, Испания. Это всего 50 километров на юг от Мурсии. Здесь проживает 180 тысяч человек. Довольно-таки большой город. И сейчас я покажу вам немного порт Картахены. Вы можете увидеть сейчас яхт-клуб. Но, извиняюсь, здесь сетка и идут строительные работы. Почему-то мне везет на строительные работы. В прошлый раз в Бенедорме тоже были такие строительные работы и здесь. Но мы будем двигаться дальше. Дальше там вроде все нормально. Посмотрите, какая красота. Картахена стоит на равнине, в окружении горных хребтов. Историческая часть города расположена между пяти холмами. Здесь в основном яхт-клубы, а также сюда приходят круизные лайнеры. Только в 2018 году было в порту 148 круизных лайнеров. Вы можете себе представить, какая это сумма. Это центральная площадь, которая называется Кали-Майор. Открытая площадь. Много туристов гуляют обычно. Обратите внимание, памятник какой. В Одессе есть тоже памятник младенцу. Здесь памятник уже взрослому человеку. Такое ощущение, что младенец вырос. Посмотрите, как окутан город холмами. Порт расположен в очень живописном месте в окружении гор. Сама Картагена очень красивая. Красивый город, ухоженный, небольшой. Идеально подходит для пеших прогулок. Очень красивые памятники. Этот город и порт пережили очень много боин. Их захватывала Римская империя. Несколько лет они правили здесь. Но в дальнейшем были свергнуты. Красивый, как будто хвост кита на поверхности. Очень оригинально придумано. Также вы сейчас увидите эти пушки. Подойду поближе, чтобы вы могли рассмотреть. Но не могу налюбоваться этим видом. Аллея из пальм, пушки, которые оброняли город. Так как постоянно кто-то пытался его захватить. Этот порт, он расположен в очень удачном месте. И со всех сторон очень удобно экспортировать, что-то продавать, завозить. Поэтому стратегическое место такое. Каждый раз пытался кто-то завоевать. И пушки стоят уже как напоминание о том, что здесь когда-то проходили войны и захваты этого города. Посмотрите, сколько их здесь. Очень-очень много. У современной картогены богатое культурное наследие. Все цивилизации и народы, когда-либо находившиеся на её территории, оставили свой след в виде исторических памятников и архитектур. Здесь действительно очень красиво. Это красивейшее место. Вид изумительный. Сейчас мы находимся на площади Плаза Дел Аултамента. И перед вами дворец Платио Кансисториал. Очень сложное название. Мне очень тяжело их выговаривать. Это очень красивое здание, которое было построено в 1907 году. Это главная площадь, которая выходит прямо к порту. Здесь множество кафешек. Также здесь можно заметить вход в амфитеатр, построенный римлянами. В дальнейшем мы тоже посетим это место. Посмотрите, как это выглядит. Справа дверь, вход. Вначале будет музей, потом будет театр. И мы обязательно его с вами посетим. Римский амфитеатр. Площадь вы можете увидеть большая. Здесь множество магазинов, сувенирных лавочек. Сейчас я двигаюсь к магазинчику. Но это здание просто божественное. Дворец Платио Консисториал. Так, немного сниму вам магазинчик сувениров, чтобы вы имели представление в следующий раз, что можно привезти в подарок своим друзьям и близким. Различного вида магнитики. Обратите внимание, цены тоже разные. 3,90, большие магнитики. И два с чем-то вот эти маленькие. Обычные магниты здесь также. Типичные испанские. Вот такая вот лавочка с различными подарками. Так что я думаю, что вы найдете, что привезти своим друзьям с Картахеной. Так, сейчас мы двигаемся дальше. Обратите внимание, какие милые улицы здесь. С кафешками вдоль улицы. Также вот эта центральная улица выполнена мрамором. Выглядит довольно-таки солидно и красиво. Действительно ухоженный город. Очень чисто, очень аккуратно везде. Я не видела мусора. Я не видела, чтобы какие-то были мусорные баки, там разорванные пакеты. Все было очень прилично и красиво. Сейчас я зашла в музей амфитеатра. Это дверь перед Плаза Дел Аутамента. Здесь вот такой вот холл, где можно приобрести билеты. Стоимость билета 7 евро. Здесь вначале мы заходим и смотрим историю. Здесь показана история этого места. Можно посмотреть видео, картины, почитать соответственно на испанском и английских языках. Также есть аудитория, где можно сесть в мягкие удобные кресла и послушать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот мы и вышли из туннеля. И здесь такая вот красота опять. И вот он долгожданный амфитеатр, который восстанавливали, отстраивали. Но в принципе он сохранил свой первозданный вид. Колонны полуразрушенные. В музее были предоставлены остатки, останки, как правильно сказать, этих колонн. там такая пещерка. И здесь написано, типа, просим не ходить по вот этим вот плитам. Ну, как ступеньки эти. Есть определенные ступеньки, по которым вот можно ходить. Вот там они открыты. А здесь все закрыто, значит, здесь ходить нельзя. Чайки там так кричат. Иногда чайки издают такой странный крик. Меня даже иногда это пугает, как дети кричат. Вот что-то такое. Люди фотографируются внизу. Я тоже хочу сделать несколько селфи, потому что очень красивое место. Историческое. Много пережило. Много войн здесь было. И забыла вам еще сказать, что прямо рядом с портом есть паркинг. Вот вы видите, буква П. Если вы повернете, здесь будет гора. Гора большая. Вот этот памятник. Видите, вот за этим большим забором уже начинается музей археологический. Куда можно выйти? К амфитеатру. Вот я вас сориентировала, чтобы вы не заблудились. Надеюсь, моя информация будет вам полезной.